здравствуйте дорогие мои друзья сегодня 14 февраля день всех влюбленных и друзья мои в этот замечательный праздник хочу вам немножко так сказать сладкую конфету испортить поэтому хочу рассказать сегодня вам замечательную сказку немножко может быть на свой лад хотя и в оригинале я ее вам прочитаю называется маша и медведь друзья мои все мы помним эту великолепную русскую народную сказку злобном глупом медведи и доброй хитрой маши друзья мои конечно я ее тут перед предварительно прочитал и ужаснулся тому глубокому смыслу как вы сами понимаете друзья мои я выискиваю какие-то некой некие темные стороны в этой светлой сказке я вы выискиваю вы не ухиваю темные стороны ладно друзья мои давайте прочитаем эту великолепную сказку маша и медведь тем более мы знаете у всех у нас теперь мы сказку не помним а вспомним мультики где ну достаточно бойкая девчонка маша бомбит старого старика медведя всячески его там обижает расстраивает но медведь гораздо мудрее и умней машуне и в общем-то терпит все эти все ее невзгоды но мы читаем старую русскую народную сказку жили-были дедушка да бабушка была у них внучка машенька но спрашивается а где родители друзья мои где папа и мама дедушка и бабушка понятно ладно папа там где-то мог попасть а мама то где то есть семья явно неблагополучная дедуля и бабуля растят внучку родителей нету то есть ну ребенок не получает должного воспитания знаете у бабушки и дедушки часто очень много родительские программы такие срабатывают и ну явно были отклонению машуне и она ну скорее всего она пыталась рулить куда-то побыстрее из этой деревеньки в большой мир я подозреваю а маша так сказать уже была не просто девочкой а уже была девушка я бы сказал такой в соку то есть ей уже пора было задуматься ну а жизни о будущем о семейной жизни где жить на что жить средств пенсии бабушки и дедушки явно не хватало на ее запросы ну и вот собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды пришли звать собой и машеньку дедушка бабушка говорит машенька отпустите меня в лес с подружками дедушка и бабушка отвечают иди только смотри от подружек не отставая то заблудишься ох уж друзья мои эти подружки могут довести до беды по грибы по ягоды да по грибы по ягоды ну разные грибы бывают и разные ягоды пошли девушки в лес стали собирать грибы да ягоды вот машенька деревца за деревца кустик за кустик ушла далеко далеко от подружек стала наукаться звать их а подружки не слышат не отзываются ходила ходила машенька по лесу совсем заблудилась пришла на в самую глушь в самую чащу и видит стоит избушка постучала машенька в дверь не отвечают толкнула на дверь дверь открылась вошла машенька в избушку у меня уже прям аж холодок в груди думаю ну а там сидит какой-нибудь людоед до вошла машенька в избушку села у окна на лавочку села и думает кто же здесь живет ну друзья мои села на лавочку как обычно это водится у маши не прошлась по шкафам до посмотрела чё их чё к чему кто здесь живет сразу поняла человек живет зажиточный то есть есть там что и золотишко и денежные купюры неприкрытые живет зажиточный видимо мужчина одинокий то есть машуна машуне сразу прикинула как бы женихов то деревне ни хрена а тут в лесу стоит коттедж особняк да ну как бы ну понятно отчаянное положение заблудилась или якобы заблудилась а может быть все эти девчули то и знали что в лесу живет такой ну крепкий хозяйственный мужик но одинокий да ну как бы нелюдимый бобыль уже видимо может быть и вдовец жены нету а богатство есть вот друзья мои тут мы и понимаем что машуля не просто так ау ау девушки девушки у нее был план как бы как бы соблазнить вот этого неизвестного богатея олигарха лесного ну а тот двери не запирает видите душа человек на самом деле двери не запирает заходить все хочешь там золото там на комоде лежит там фотографии его там где он там путешествовал раньше он был видимо такой бизнесом занимался может быть чиновник в отставке ушел и поселился в коттедже на отшибе но деревенские покоя не дают все время нос суют видите машуля пришла такая не запылилась сел и думает кто же здесь живет почему никого не видно а в той избушке жил большущий медведь только его дома не было он по лесу ходил вернулся вечером медведь увидел машеньку а машенька там ванну принимает вышел уже в полотенчики такой ой извините я тут случайно и обрадовался мишка ну конечно дядька уже давно не а тут девушка молодая симпатичная полуголая ну естественно как бы ну любой мужчина воображение разыгрался один там хихиха ха там здрасте вот я заблудилась а вот не подвезете меня на своем так сказать лимузине а тут в деревне там бабушка волнуется ну может могу и остаться на ночь в общем такие разговоры на некие пошли ага говорит теперь не отпущу тебя будешь у меня жить то есть так ему понравилось метку медвежаре ну как медведь у нее кликуха такая была медведь на самом деле здоровенный мужичара был да но в принципе добрый хороший не то что какой-то злодей может он раньше бандитство может и чиновником был совесть проснулась там нахапал добра ну вот построил коттедж думать буду себе здесь в лесу на свежем воздухе как бы карму свою подправлять но не тут то было практиковать может собрался тут ему значит боги подсунули машуню соблазнительную такое ну и дядька поплыл поплыл конечно вы я не знаю как вот если вдруг я честно говоря перепугаюсь если приду домой ну правда я дверь запираю и вдруг у меня там ну женщина ну девушка щебечет там бегает ой ай я сразу заподозрю подвох думаю тут какие-то скрытые камеры сейчас метод скажут тут соблазняешь молоденьких девушек ну как бы у нас мы то друзья мои с вами пуганные как бы сразу уже тут не не до любви а до подозрений что что-то здесь не чисто так в жизни не бывает но медведь был наивным ага говорит теперь не отпущу тебя будешь у меня жить будешь печку топить будешь кашу варить меня кашей кормить ну и соответственно понятное дело то есть стали жить вместе они жить вместе уж как муж и жена но не оформляли своих отношений то есть ну сожительствовать стали ну медведь конечно доволен но машуле свои дела думает где у медведяры тут настоящие деньги хранятся явно дядька зажиточный где его там карточки счета кода от счетов то есть ей надо было пожить прижиться чтобы доверие в доверие войти потому что ну могла бы она как воровка на доверие сразу в дом зайти там ну лежал пачка денег ну свистнула бы деньги свистнула бы там золотые часы еще что-то такое ну понятное дело еще бы там в полицию медведь заявил ну как там могли делал раскрутить но ей хотелось всего сразу то есть либо за медведя за этого замуж выйти а потом быстро развестись половину его собственности хапнуть либо еще что-то ну в общем-то подозревала что медведя есть есть капитал значит медведь на целый день уйдет в лес а машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить если уйдешь говорить все равно поймаю и тогда уже съем но у них были такие ролевые игры значит ой убегу-бегу она убегает но дверь-то не запирает пожалуйста иди куда хочешь что там до деревни рукой подать на самом деле там ну ну километров пять может быть да там а полюсу еще быстрее то есть машенька в любой момент могла сорулить там к своим но так понравилось ей ну тем более что там с бабкой и с дедом жить на пенсион а тут у медведя там все дела все вообще там джакузи но полная полный набор бассейн зимний сад то есть медведь жил вообще как ну нормально не знаю где он хапнул этих как говорится капиталов но жил хорошо и мамуля там уж на бабушка дедушка там вернись но слухи пошли по деревне что ну как бы неудобно то уж дядька-то в возрасте но я знаю сколько ему там было ну лет 40 50 а девушка молодая там ну например 18 19 то есть как бы ну уже в пределах закона как мы понимаем но все-таки ну по человеческим понятиям как на старости лет тут она ему в дочке годится он тут с ней живет поживает ну хотя человек был добрый незлобливый поэтому слухи приходили пошли по деревне значит стала машенька думать как и от медведя убежать кругом лес какую сторону идти не знает спросить не у кого думала она думала и придумала приходит раз медведь из лесу а машенька и говорит ему медведь медведь отпусти меня на денек в деревню я бабушки дедушки гостинцев снесу нет говорит медведь ты в лесу заблудишься давай гостиницы я их сам отнесу а машеньке того и надо то есть машенька заначку то скрыла понимаете она скрыла где медведь он не доверял банкам оказывается он где-то все прикопал такой кубышечки маша эту кубышку нашла и теперь уже ее ничего не держала уже и замуж не надо за медведя выходить она может уже думала сейчас кубышку хапну именно мальдивы но надо как-то это все оформить чтобы ну нормально чтобы ее не преследовали значит ну напекла на пирожков достала большой прибольшой короб и говорит медведю вот смотри я в короб положу пирожки а ты их отнеси дедушке да бабушки да помни короб по дороге не открывай пирожки не вынимай я на дубок влезу за тобой следить буду ладно отвечает медведь давай короб машенька говорит выйди на крылечко посмотри не идет ли дождик только медведь вышел на крылечко машенька сейчас залезла в короб а на голову себе блюда с пирожками поставила то есть медведь даже не не западут что здоровенный такой короб действительно знаете такой ящик который ну я не знаю там здравый ящик туда маша залезла кубышку медвежа медвежью засунула денег там напихала себе по всем карманам но там золото все дела там были даже бриллианты но и а пирожков думать нихрена себе бабуле дедуле такой здоровенный короб харчей но медведь был нежадный понимал что ну как бы надо поддерживать стариков он сам ей предлагал говорит слушай давай я там денег им-то передам там ну магазин люди старые бабушка дедушка ему было неловко медведь был хорошим на самом деле но машуне надо было дернуть с деньгами потому что надоел он и медвежара все-таки уже мужик старый да там ну как бы а ей хотелось что-то такого драйва не то что в лесу здесь заседать с ним а ей хотелось там по дискотекам зарядить куда-нибудь на мальдивы там типа волочковый но она уж старая правда зарядиться там что-нибудь каким шпагатой покупаться в голом виде ну все общем ей хотелось посмотреть мир а средств не было ну вот нашелся медведь и она его решила раскрутить друзья мои ну как видите сперла все его заначки вернулся медведь видит стоит короб готов завалил его на спину пошел в деревню и дверь идет медведь между елками бредет медведь между березками во вражке спускается на пригорке поднимается шоу-шоу устало говорит эх сяду на пенек съем пирожок а машенька из короба вижу вижу не садись на пенек не ешь пирожок неси бабушки неси дедушки ишь какая глаза стыговать медведь все видит поднял короб и пошел дальше хотя ну чё там харчи все на его деньги куплены ну что от одного пирожка убудет что ли целый короб этих пирожков я понимаю там не слабо там ну 10 штук но там как бы изначально целый короб корчей медведь но проголодался съешь один пирожок ну да и да это волю нет ведь он стал эти таким машином подкаблучником что она скажет то и делает мишка туда мишка сюда мишка бегал бегал ну хотел как бы молодость свою вернуть там молодая энергия вот девушка так было приятно ну значит шоу-шоу шоу-шоу остановился сел и говорит сяду на пенек съем пирожок а машенька из короба басом говорит вижу вижу не садись на пенек старый хрен не ешь пирожок неси бабушки неси дедушки удивился медведь вот какая хитрая высоко сидит далеко глядит стало пошел дальше пришел в деревню нашел дом где даже дедушка с бабушкой жили давай изо всех сил стучать ворота тук-тук отпираете открывайте яд вам от машеньки гостинцев принес а бабушка с дедушкой уже она подготовлена она им там ну как бы созвонилась с ними сказал придет один тут этот вы его сразу на него это и милицию спустите прокуратуру что он там похитил меня держал ну так сказать заставлял с ним так сказать сожительствовать старый пенем вот молодую девушку прямо соблазнил своими этими еле еле от него сбежала ну вот можно даже уголовное дело на него завести чтобы ей главное чтобы было пугнуть чтобы он свои деньги не разыскивал ну значит а в сказке это почему почуяли собаки медведя и бросились на него со всех дворок бегут и лают испугался медведь поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки вышли тут дедушка да бабушка к воротам видят короб стоит а что в коробе говорит бабушка а дедушка поднял крышку и смотрит глазам не верит в коробе машенька сидит живёхонько здоровехонько а там еще и денег целый как говорится чумодан то есть кончилась забота думали бабушка и дедушка все ловко мы медведяру сделали теперь он вообще не сунется будет сидеть и вообще бояться не то что думать о женщинах а вообще то есть думать ну как вот ушел я в лес чтобы жить своем коттедже и тут меня нашли и обобрали еще на старости годков ну сейчас стали машеньку обнимать целовать и умницей называть вот друзья мои и сказке конец а кто слушал молодец сколько таких маши ник бродит по нашему свету белому друзья мои и не сосчитаешь есть хорошие девушки без сомнений их очень много и женщины замечательные тоже друзья мои не сомневаюсь но вот среди них есть и такие машеньки которые любого тертого медведя ру так раскрутят как говорится на всех этих любовных играх что останется медведь не только без штанов вообще без шкуры своей а может и загреметь как говорится под фанфары тоже прокурорские дадут ему дело и все отправится он как говорится лес валить в тайгу далекую все дорогие мои вот такая наша сказочка опять же грустная как как сама жизнь все дорогие мои пока